Итак, всем привет! Сегодня ко мне пришла вот такая посылочка с Алиэкспресс. По идее, здесь должен быть проектор. Самый дешёвый, который только смог найти. Его цена 2100 рублей. И давайте распакуем и посмотрим, что это же за проектор такой. Итак, ничего себе китаец, что это такое. Китаец положил мне переходник, приклеил прям, смотрите, для наших розеток. Вообще ужасно тут всё, в какой-то плесени ужас. Ну, хотя бы переходник положи, уже радует. Так, ну, так, по-быстренькому, по-быстренькому открываем. Этот проектор вообще легендарный, про него снято очень много видео в Ютьюбе. Если вы захотите, можете посмотреть. Итак, вот такой весь переходник, весь в клею. Как вы видите, весь в клею на 9 Вт или Вольт. Так, ну что, вот так вот наш проектор выглядит. По идее, должен выглядеть, по крайней мере, так. Значит, он поддерживает очень много HD форматов. Вот форматы, которые он поддерживает. Здесь у нас тоже проектор. И здесь у нас, в общем-то, все его характеристики. Заявленное количество работы лампы в часах 30 тысяч часов. 320 на 240 у нас изображение будет выдавать. Давайте откроем, наконец-таки. Коробка, конечно, помятая ужасно. Тут все в клею. Вот тут дырка какая-то. Ожидать чего-то сверхъестественно, конечно, не стоит. Здесь есть у нас такая поролоновая штучка. Которую еще фиг достанешь. Вау! Ну, в коробке больше ничего нету. Давайте раскроем. Опа! Такой малюсенький проектор, слушайте. Я не ожидал, что он будет таким маленьким. Так, давайте весь мусор уберем. Чтобы он нам глаза не мозолил. Что он нам мозолит глаза? Так, что мы имеем в комплекте? Переходник на нашей розетке. Весь в клею, он липнет прям. Вот. Прямо липнет ужасно. Продавец, блин. Ну, здесь у нас... Что это? Китайская какая-то вилка. Давайте сразу потестим, как оно будет входить. Вот. Тюльпаны для подключения к старым динозаврам. У меня на даче есть такой телевизор малюсенький. Можно будет к нему подключить проектор. Вот. Тюльпанчики. Ну, и дальше у нас идет пульт. Вообще, такой крохотный пульт. Прикольный. Давайте его раскроем. Такая штука классная. Вот эта упаковка. Вот приятное качество. Ой, пульт такой, знаете... Soft-touch материал. Все, нажимается хорошо. Ну, по его легкости батареек нету здесь. А, вот. Вот что-то открывается. Батарейки у нас 3А. Надо будет найти сейчас. И вставить. Так, ну, вот такой пульт еще классненький. Прямо мне нравится. Слушайте. Ну, и самое главное. Давайте все это отодвинем. Самое главное, ребята. Проектор. За 23 дня ко мне дошел проектор. Ой, такой вот он малюсенький. Так, пока что отложим его. Пусть тут смотрит. У нас тут еще есть инструкция какая-то. Ой, а это что? А это что такое? Это типа... Талончик какой-то. Какая-то непонятная штука китайская. Окей. Так, инструкция. Инструкция у нас, скорее всего, на английском языке будет. Да, да, ребят, на английском языке. Инструкцию потом почитаю. Ну, и сам проектор. Сам проектор. Открываем. А, он такой, он в пакетике. Такой, знаете, увесистый, классный. Чувствуется качество. Кнопочки, если пульт не работает. Классно, классно. Слушайте. Линза. Регулируется она вот таким образом. Это можно делать вечно. Так, здесь у нас динамик. Здесь у нас вход USB. Потом идет HDMI. Вот сюда мы вставляем нашу зарядку. Потому что без нее не будет работать. Вот эту штуку вот сюда вставляем. Здесь у нас решетка охлаждения. Тут тоже охлаждение. И это охлаждение. Много всего, много охлаждений стоит. Так, сзади у нас идет, значит, вход под microSD. Дальше. Ой, слушайте. Он работает, когда к нему подключают powerbank. Подключим, потом посмотрим с вами. И наушники. Вот здесь еще есть резьба под штатив. Можно накрутить на штатив. И поставить вот так вот. Ну что, давайте включим наш проектор. Для этого вставляем нашего динозавра, которого мы сделали, в розетку. И так как у меня стены черные, будем проецировать на потолок. Так, выключу свет. Кстати, наш проектор принимает сигналы с пульта сзади. Итак, проектор наш уже работает. Давайте переключимся на стену. Так, сейчас вам сделаю чуть поудобнее, чтобы вы видели. Так, ну, давайте вот так сделаю сейчас. Это еще как бы не сфокусированная картинка. Сейчас буду настраивать фокус. Так, поехали. Настраиваем фокус. Так, лучше. Лучше, лучше, лучше. Хуже. Вот так вот. Сообщение отсылает мне кто-то, но ничего. Давайте сейчас я вставлю свою флешку и посмотрим, как проектор будет воспроизводить фильмы и видео. Так, вот я, значит, вставил свою флешку. Давайте сейчас полазим в менюхе. Оп, меню. Home Cinema. Фильмы. Так, давайте включим. Давайте включим. Жена смотрителя зоопарка. Почему бы нет? Так, загружает. Загружает. Для зрителей старше 16 лет. Да, чуть-чуть, конечно, оно растягивает картинку. Наш проектор. Так, ну. Ничего, ничего. Так, поставлю чуть поровнее. Для вас. Вот так вот. Давайте промотаем. Попробуем промотать. Так. Приемник. Так. Ой, картинка отличная. Отлично. Динамики вообще меня радует. Кстати, картинка, хочу сказать, на камере чуть тусклее, чем в реальной жизни. В реальной жизни чуть светлее. Картинка чуть светлее. Слушай, это меня устраивает. Меня все устраивает. Мне нравится этот проектор. Так, давайте. Так, стоп. Давайте. Давайте нажмем стоп. Давайте нажмем стоп. А, ладно, как тут выходить. А, обратно. Так, давайте теперь посмотрим следующий фильм. Это у нас будет... Ба-ба-бам. 2012. Фильм 2012. Это, по-моему, страшилка какая-то. Или экшен. Экшен, по-моему, какой-то. Так, звук, звук надо включить. Читаю, выключил звук. Так, все, включили звук. Columbia Pictures. Не, ребят, за 2000 это просто кайф. Серьезно. Так, давайте мотаем. Мотнем. Здесь есть несколько режимов перемотки. Вот первый самый минимальный. Второй быстрее. Третий. Короче, очень много. Так, сейчас весь фильм перемотаю. Стоп. Если находиться на большом расстоянии, на... На, ну, как бы на далеком, то пикселей вообще не видно. Серьезно. Картинка очень большая. Очень большую картинку выдает. Очень. Каким мы его знаем. Ну, а сейчас мы посмотрим, как работает наш проектор вот с такой махинацией. Это пауэрбанк. Подключаем. Так, чтобы я был за кадром, вам все, чтобы было понятно. Пауэрбанк. Подключаем вот сюда. Выключаем свет. Жмем кнопочку на пауэрбанке. Все включилось. Проектор включился. Теперь стена. То есть потолок. Так, уже получше. Хорошо. Регулируем. Как вы видите, изображение тусклее намного... Ну, серьезно. Изображение с пауэрбанка намного тусклее. При полной темноте смотреть можно вполне что-нибудь. Что-то и при свете видно даже. О, что это у меня с камерой такое? Плохое. Камера. Ты тут? Вот, смотрите. То есть проектор работает через пауэрбанк. И как бы что-то там даже видно. Это при свете. А, при темноте. И при темноте тоже нормально что-то видно. Но вот камера видеть у меня не хочет. Сейчас я монтирую это видео. Прошел ровно один день после распаковки этого проектора. Замечательно. И могу уже о нем более подробнее рассказать. Как-то, да, свои впечатления. Первое. Вы получите за 2100 то, сколько вы заплатили. То есть вы заплатили 200, вы получите качество на 2100 рублей. Ожидать чего-то сверхъестественного не нужно. Поверьте, я посмотрел два фильма за ночь. Два. И могу сделать уже какой-то свой вывод. Правильно? Так вот, я его делаю. Этот проектор для каждодневного просмотра фильмов не годится вообще никак. Вообще не годится. Потому что глаза поломаются. Этот проектор где можно вообще использовать? Можно отвезти на дачу его. И когда ты там находишься, можно периодически смотреть. Вот для постоянного просмотра вообще не годится, потому что глаза вылезут просто. Не вылезут глаза только в том случае, если у вас какой-то специальный экран для проектора. И второе, если вы не будете растягивать картинку до пределов. Там, ну, я растягивал картинку реально. Она получилась у меня со всю стену. Но не хватает качества, ребят. Не хватает качества. Чуть-чуть размыленное. Я посмотрел «Джентльмены удачи». Я посмотрел «Знахарь». Старый фильм 1970 какого-то года. Польский, короче. Выводы. Делаю выводы. Проект от 2100 рублей. Своих денег однозначно стоит. 2100 рублей. Вы получаете проектов. Вы получаете инструкцию. Вы получаете тюльпаны, зарядку. Зарядка меня вообще не устроила. То есть, я китайцу говорю. Отошли мне, пожалуйста, нормальную док-станцию. Или как это называется. Говорю, отошли мне сразу с нашими вилками. С нашими вилками сразу отошли. Он пишет. Окей, хорошо, отошлю. Как вы видели в начале видео, он мне отсылает такое. Вот все в клею. Видно, что я попытался его отдирать как-то. Но попытки были тщательными. И серьезно. То есть, я с этим переходником мучился очень долго. У меня по всей квартире входит только в одну розетку. В одну единственную. И то это не розетка, это переходник. Удлинитель, точнее. Потому что форма этой розетки, ну, посмотрите какая. Сейчас в современных розетках стоят ограничители. Ну, знаете, от детей. Вот. Чтобы пальцы не сывали. Круглая же розетка. А у меня вот такая. И это не входит, короче, никак. И кое-как мучился, мучился. В одну розетку ставил в удлинитель. Все нормально получилось. За это как бы можно ему поставить и минусик. Потому что я говорю, давай наши розетки. Окей. Прислал. Прислал. Все в клею, конечно. Хорошо, что хочешь. Прислал. Ну, не знаю. Мне даже подруга сказала, что напоминает вещи с 90-х. Кому напоминает, кому напоминает, не знаю. Просто у меня горела задница. Я хотел себе проектор. Просто хоть какой-нибудь проектор я себе хотел. И вот чуть-чуть пожалел, конечно. Потому что качества не хватает. Я думал, будет лучше. Ну, камон. 2100 рублей. Качество лучше? Доплатите там тысячи три, и у вас уже будет нормальный проектор. Уже будет показывать в хорошем качестве лучше, чем вот это вот. Вот это вот. Не, он тоже прикольный, конечно. Но так, редко. Редко что-то посматривать. Или детям мультики включать. Ну, детям же все равно, там на что смотреть. Как бы, главное, мультики идут цветные. Для детей мультики можно смотреть. Здесь внешний динамик есть. Очень классный. Вот. Ну, на этом, думаю, стоит заканчивать. Кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну, а также не забывайте смотреть мои новые видео. Все. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока.